И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, 5 июня 2023 года. Установилась прекрасная погода в Англии, в том числе у нас на острове Уайт. Сегодня плюс 22. Вчера, в воскресенье, был солнечный, великолепный день. Плюс 26. Мы сегодня немножко покатаемся по острову. Я вам расскажу о моих новых встречах. Я уже проснулась. Как я сообщала вам раньше, прекрасная погода. Она как-то поднимает настроение, поднимает жизненный тонус. Поэтому зимняя спячка закончилась. Кстати, сейчас покажу. Я сменила имидж свой. Вот, я сделала несколько фотографий, показать вам, какая я теперь другая. Во-первых, я решила подстричься очень коротко. Давным-давно я не стриглась. Наверное, может быть, лет 15 в последний раз я стриглась вот так коротко. Мне не понравилось. И я решила ходить лохматой. У меня на протяжении всей моей жизни примерно одна и та же прическа была. А тут думаю, да господи, что уже тут? Вот, ничем красоту, как говорится, не испортишь. И уже пора экспериментировать. Я подстриглась, друзья. И, в общем, состригла, конечно, все свои красивые кудри. Осталась у меня на голове седина. Седины оказалось очень много. На короткой стрижке все это сразу видно. Вот, я так вот походила неделю, такая пегая, полуседая. Потом думаю, ну что же это я? Какая-то я совсем блеклая. Я вспомнила, что когда-то я окрасилась каштановым, махагоновым цветом. И я нашла эту краску у себя. Я сама себя покрасила. Вы знаете, когда я окрасилась, такая была оранжевая, ярко-ярко-оранжевого цвета. Такая пена на голове, краска эта. Что я подумала, я буду, наверное, как клоун. Но я ходила с этой краской 30 минут. Ее держала и думала, да, в общем-то, наплевать. Что уже нам, как говорится, остается в нашем возрасте? Только экспериментировать. Хуже уже точно не будет. А потом, знаете, когда уложилась, сделала макияж поярче такой, даже губы накрасила, и получилось, вы знаете, вполне даже ничего. По-моему, как-то, знаете, поярче, и так даже вроде как и помоложе я стала выглядеть. В общем, я приободрилась, при том, что всем моим знакомым мой новый имидж очень понравился. И вот я вся такая обновленная. Встречалась уже с двумя мужчинами здесь. Они приезжали на остров. Я вам об этом расскажу. Но прежде я хочу рассказать вам, что происходит с моей квартирой, с покупкой, продажей недвижимости. Для вас, друзья, несколько сюрпризов. Вы же знаете, что мой канал полон сюрпризов. А почему так происходит? Ну, потому что, во-первых, я стараюсь их найти для вас, найти какие-то интересные моменты. А во-вторых, на самом деле, остров Уайт, он просто, знаете ли, удивляет меня всё больше и больше с каждым разом. Когда я нахожу вот такие интересные тут, интересные места, интересных людей, интересные какие-то маленькие кусочки истории. Это просто грандиозно. Я думаю, что будет интересно всё это сегодня посмотреть и послушать вам тем, кто любит Англию. Я сейчас спускаюсь со своего холма в Райде. И посмотрите, какие виды со всех сторон. Это виды на центр города Райт. Впереди у нас видно воду, пролив Соланд. Вот мне отсюда идти 15 минут до пляжа. Конечно же, пока я иду по пути, я вам кое-что покажу и расскажу. Вот, обратите внимание, напротив четырёхэтажные такие дома. Очень красивые. Особенно, как вы можете понять, второй и третий этаж. Второй этаж просто хорош сам по себе по расположению. А третий этаж полукруглые. Вот это вот окно. Да ещё и балкон полукруглый. Ещё, конечно же, мы можем только себе представить, какой там вид из окна на океан, на пролив Соланд. Вот у них такой общий парадный вход. Конечно же, там закрыто, как обычно. Вот. И вот, смотрите, вот он, балкон наверх. И вот я вам показываю, какой здесь у них вид. И вот, посмотрите, второй дом. Точно такая же история. Вот балкон вы видите вверху, впереди. И вы видите прекрасный вид на город Райт, на пролив Соланд. И даже видно на той стороне центральную землю, центральную Англию. Вот две церквушки нам видно, пики церквей. Вообще, конечно, очень красиво жить здесь. Одно удовольствие. Так вот, я как-то сказала, что мы так много платим. Сервис чардж, лендлорд. Ну и мне тут же написали, а что же вы тут нам рассказываете, что всё плохо у вас? Так вот, тогда и купите себе вот здесь вот дом, вот здесь вот жильё, и платите меньше, и всё такое прочее. Да я бы с удовольствием, конечно. Я бы с удовольствием купила. И у меня даже как-то один раз появилось предложение, когда я искала свою квартиру, вот в одном из этих домов мне предложили квартиру купить. Но, понимаете, конечно же, я уже объясняла, но, может быть, кто-то не слышал, поэтому я объясню вновь. Здесь продают квартиры только на самом верху мансарды. Вон они там, видите? Совершенно они такие, как хотелось бы, так скажем, да? И в самом низу. Underground. А вот эти вот второй и третий этаж, о которых я говорю с восторгом, конечно же, никто их продавать не будет. В них так и живут люди, и передают их по наследству своим родственникам, своим знакомым, родным, близким в семье. Ну, а покупать, знаете, шила на мыло, менять, как говорится, здесь никакого интереса нет. И здесь тогда, я помню, цена была за лисхолд вот в этих домах 1500 фунтов в год. А мы платим ровно в два раза больше за свой вот тот вот дом. Ну, не знаю. Мне многие говорят, что вроде как такой у вас хороший дом. Мне почему-то кажется, что наш дом хорош только вот своими большими комнатами и высокими потолками. То есть мне очень нравится моя квартира. Но после преобразования квартиры номер пять подо мной я все еще нахожусь, знаете, в небольшом таком шоке. И еще, я вам не прочитала, вот правильно, как говорится, нужно самое главное, чтобы корову продать, нужно ее хорошо прорекламировать. Помните, как в том анекдоте, когда взялся один очень ушлый мужик продавать корову, так ее расхвалил, что хозяин забрал ее назад и сказал, «Такая корова нужна самому, все умеет, все знает». Так вот, давайте я вам прочту, что там в брошюре хозяин написал, когда выставил на продажу свою квартиру. Эти красивейшие апартаменты в викторианском стиле с двумя спальнями идеально сочетают в себе шикарный современный стиль и великолепные старинные черты. К услугам гостей просторные апартаменты и сад вокруг. Дом, первоначально построенный в 1850-х годах, это бывшая резиденция школьных учителей и один из старейших домов на этой улице. Дом сохраняет изобилие элегантного исторического очарования с высокими, богато украшенными потолками, деревянными панелями и старинными каминами. Квартира номер пять на первом этаже была тщательно обновлена и полностью мебелирована, чтобы создать прекрасный дом со светлой, яркой, гостеприимной атмосферой, которая еще больше улучшила характер этой собственности. Вот так вот, бла-бла-бла-бла-бла, представляете, как эту конфетку обернуть в красивую обертку, и она на самом деле будет еще слаще, потому что написано, что большой сад, которого там в помине нет, но и еще, конечно же, все это расхвалено так. И совершенно не обратили никакого внимания на то, что здесь очень высокий сервис-чардж. Об этом ни слова, конечно же, не упоминается в брошюре. И еще странным образом они указали, что площадь этой квартиры 75 квадратных метров. Я так удивилась, думаю, откуда там взялись еще 20 квадратных метров. Это огромная площадь, потому что моя квартира 55, потому что речь идет о жилой площади. Я еще раз пересчитала по брошюре. 22 он пишет, большая комната, 15, одна спальня и 14,5, вторая спальня. То есть всего получается у него тоже 55 квадратных метров. Вот как можно было на 20 метров приплюсовать, не понимаю. Вот, понимаете, говорят же недаром, что нельзя доверять риэлторам. Надо не только смотреть самому всю эту квартиру, но еще получается, что нужно брать калькулятор и пересчитывать все, что они там в цифрах дают. Ошибаться на 20 квадратных метров, на мой взгляд, недопустимо, потому что иногда и студия бывает всего 20 квадратных метров, понимаете. Такие красивые флоры. Абсолютно прекрасные. Как долго это растет здесь? 30 лет. 30? 30 лет, да. О, реально? О, нет, спасибо, я просто ходила. Да, это очень красиво, но нужно в воду сразу же. Я просто ходила. Я бы хотел идти в БАЗ-музею. Да, это очень красиво. Да, это очень красиво. Хорошо, хорошая счастья для вас. Очень красиво. Да, я ходила каждый день и выглядит вкусно. Вот, представляете, спросила у женщины молоденькой, которая там работала в саду, сколько лет этому красивому кусту с розами, мимо которого я постоянно здесь гуляю. Она сказала, где-то примерно 30 лет. Вы знаете, я поражена была, потому что я думала, ну, от силы лет 10. И тут же она мне предложила, хотите, я вам нарежу роз. Вот, представляете, какие они молодцы, какие они френдли, как тут говорят, душевные, дружелюбные люди. Но я отказалась. Я бы, конечно, с удовольствием взяла эти розы, потому что я обожаю. Но я шла на прогулку, и просто-напросто эти розы бы у меня завяли. Но, тем не менее, эта девушка подняла мне настроение таким своим дружелюбием. Ну, а мы с вами движемся дальше. Всё вперёд и вперёд, друзья! И я расскажу вам о моих новых знакомствах. Я уже встретилась с одним мужчиной. Вчера, в воскресенье, мы гуляли с ним целый день. Чудесный был день. Вот. И вы знаете, на удивление, очень приятный мужчина, надо сказать. Он приехал из Портсмота. Всего лишь навсего ему нужно было взять билет на ферри, переехать через канал. И вот он приехал в воскресенье утром. Я подошла его встречать там на пирс. И вы знаете, сначала он какой-то такой насупленный был, какой-то очень такой взъерошенный. Уж не знаю, чем-то расстроенный. Вот. Ну, а я, как обычно, знаете, хихиха-ха, улыбаюсь, говорю, ни о чём не думай, расслабься, всё прекрасно. Я покажу тебе наш замечательный остров. И мы с тобой где-то посидим, поговорим. Никаких обязательств, никаких проблем. Просто давай наслаждаться сегодняшним днём. Ну, вот как-то так. Конечно же, если бы мой английский был такой же хороший, как мой русский, я владела бы им в совершенстве, я бы, наверное, даже ещё больше бы могла чего сказать этому мужчине. Но я сразу первым делом, конечно же, спросила, как он относится к русским. Я вот не хочу скрывать, сразу говорю тебе, что я русская. Он сказал, что мне совершенно это не мешает. Мне даже нравятся русские люди своей открытостью. Женщины очень романтичные. Ну, вы знаете, и я вам скажу так. Этот мужчина, он как-то сразу приглянулся мне. Мы с ним нашли общий язык. Знаете, вот так бывает иногда, что с человеком вроде и приятным во всех отношениях начинаешь пытаться строить какой-то диалог. И ничего не получается. А здесь, вы знаете, мы как-то стали говорить. Начало он, потом я. Нашли очень много общих тем. Оказывается, он тоже имеет аквариум. И тоже рыбок держал всю жизнь. И тоже ему нравятся собаки. Но сейчас он собак не может у себя дома держать, потому что он постоянно путешествует. Он жил 10 лет в Южной Африке, работал там. Ему там очень нравится. Ну и, в общем, знаете, как-то у нас так всё легко и просто покатило-покатило. Мы с ним гуляли целый день по нашему острову. И договорились, что, возможно, я к нему приеду, если захочу. У него там, как он сказал, свой собственный дом в Портсмуте. Либо он возьмёт ещё на неделю здесь где-то, снимет отель. И приедет сюда, и мы уже будем с ним тут гулять, не взирая на время и не следя за тем, когда последний Ферри отходит. Вот я говорю, что сначала он был очень напряжённый. А потом я так поняла, что он расслабился. Он сказал, что я очень дружелюбная. Он просто поражён, насколько легко ему со мной общаться. Он расслабился. Я вижу, что я ему понравилась. Он сразу предложил мне зайти в ресторан пообедать. Мы зашли. Я говорю, так, платим каждый за себя. Он говорит, нет, 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 я джентльмен. Даже и не думай, я заплачу. Вот, знаете, даже такие мелочи, как говорится, они тоже дают нам возможность узнать человека. Хотя это всё может быть и показное. Кто его знает? Время, как говорится, покажет. Вот. И я встречаюсь завтра ещё с одним мужчиной. Он живёт в Саус-Хэмптоне. Это всё тут не очень далеко. И, возможно, я вам про него тоже расскажу. Ну и пока мы на связи. Я вам уже говорила, что вот эти вот сайты знакомств, они обычно весной, летом, очень активизируются. И там идёт такой обмен сообщениями. Всё очень быстро происходит. И всё очень быстро происходит. Люди сразу назначают встречи где-то за чашечкой кофе. Вот поэтому так вот быстро всё у нас и пошло. Поэтому я и вам, друзья, тоже, мои милые женщины, советую сейчас тоже активизироваться. Зимой люди обычно засыпают, а вот сейчас самое время переписываться с мужчинами на сайтах знакомств и искать, всё-таки невзирая на все трудности, искать и искать своего партнёра. Человека, близкого тебе, по твоим интересам, близкого, наверное, по возрасту. Здесь очень многие мне пишут, женщины, что зачем вам мужчины? Да ну, от них одни проблемы. Зачем это старичьё? Да, вы знаете, у каждого свой взгляд на жизнь. Но вот для меня, например, как я уже сказала, я ищу человека так или иначе, такого, который улучшит мою жизнь. Улучшит в плане общения, в плане жизни, в плане каких-то, знаете, совместных прогулок и, возможно, даже совместных путешествий. Не обязательно сразу замуж. Таких планов у меня пока нет. Но я считаю, что тоже первого попавшегося хватать сразу и везти в ЗАГС это совершенно не нужно. Да, в общем-то, зачем я всё это вам говорю, вы и сами всё это прекрасно знаете. Каждый ищет для себя лучшей доли, и каждый, наверное, достоин найти своё счастье. У каждого это счастье в чём-то своём. Тем и интересен наш мир, что мы все разные. Самое главное, что мы должны быть дружелюбными друг к другу. И вот мой новый знакомый, когда я у него спросила, как он относится к русским людям, он сказал, что я отношусь очень хорошо, прекрасно ко всем людям на планете. Потому что все мы, обычные люди, всегда найдём что-то общее, общие интересы. Мы все похожие, мы все люди. А вот все эти проблемы создают, как ни странно, наши государства, которые постоянно пытаются что-то друг другу доказать за наш счёт. Я полностью с одним согласна здесь, друзья. Не нужно забывать об этом. Люди есть люди, и они везде одинаковые. И у всех нормальных людей, по-моему, ценности одни и те же. Семья, любовь, воспитание детей, какие-то романтические встречи, прогулки под луной. И уважительное отношение друг к другу, наслаждаться жизнью. Она у нас всего одна. Ну, а на сегодня у меня для вас всё, друзья. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Ещё увидимся. Всем пока-пока.